Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами об ответственности мужа. Вообще мы сегодня поговорим о сильной половине человечества. Поэтому, дорогие женщины, позовите к экрану ваших дорогих мужей. Им будет полезно сегодня послушать. Как-то ко мне подошла женщина и со слезами на глазах рассказала свою беду. Батюшка, ничего не могу со своим мужем поделать. Не работает, не усиливается. Трое детей. Сейчас он у меня весь в танчиках. В танчики играет папа. Воспитанием детей не занимается. Зарплату домой для прокормления своей семьи не приносит. И как отец никакой, ни как муж, ни как воспитатель своих детей. Что мне, батюшка, делать? И знаете, сколько приходит женщин сегодня с этими проблемами? Вообще, что с нами происходит? Где наша мужская честь, доблесть, достоинство? Мы хотим получать от жизни все. Ни в чем себе не отказывать. Мы стали заложниками этой современной действительности. Но давайте сегодня с вами о этой серьезной проблеме поговорим. Почему падает число рождаемости? Почему сокращается число браков? Почему увеличивается число разводов? Потому что многие из нас захотели жить в свое удовольствие. Мы забыли, что мы временные пришельцы и гости в этом мире, на этой земле. Что рано или поздно нам оставлять этот мир и отвечать за свою прожитую жизнь перед Богом. Как я прожил ее? В свое удовольствие? Или я пытался исполнить заповеди и нравственный закон моего Творца, Создателя, по образу и по подобию которого я сотворен. Я ведь образ Бога. Каждый человек есть образ своего Создателя. Если мы об этом забываем, то мы начинаем жить как четвероногие. Да, они тоже едят, спят, развлекаются, размножаются, обустраивают свои берлоги. И человек, поддавшись этому животному происхождению, видов, поверил, что и он живет как животное. Ест, спит, развлекается, обустраивает свое жилище. Сейчас это называется евроремонт. И забываем о том, к чему мы призваны. Так кто же такой мужчина? Кто такой глава? Почему его так высоко Бог поставляет перед всем остальным семейством? Прежде всего, это Моисей в семье. Тот, который ведет за собой весь народ, всю свою семью, жену, детей, внуков. Они за ним идут. И если море перед ним, то он молится Создателю, и море расступается. И он, как Моисей, ведет посуху, семью, преодолевая все трудности жизни. А не сидит в танчиках, не пьет пиво и не болеет за наших. Потому что, если этим только и будет заниматься, то какой он будет отец? Как он ответит перед Богом за свою прожитую жизнь, за семью, за жену? Встречаясь со школьниками, мы задаем иногда им вопрос. Слава Богу, сегодня батюшка желанный гость в школьной аудитории. И вот три вопроса задаем. Скажите, кто, по-вашему, настоящий мужчина? Как вы думаете, чтобы им стать, нужно с детьми об этом говорить? Чтобы в мальчиках воспитать не девочку, чтобы потом он не смог отличить, девочка он вообще-то или мальчик? Или ему захотелось быть и тем и той? Или той и этим? Вот надо с мальчиками разговаривать по-мужски уже с детства, приучать к строгости, к воздержанию, к суровости, к твердости исполнений послушаний, к определенным стеснениям жизни, чтобы он мог преодолевать, а еще за собой вести, чтобы он чувствовал себя вожаком в семье. Каждый мальчик должен чувствовать себя вожаком. Но куда поведет этот вожак, если он не будет правильно ориентироваться в жизни? Итак, кто же такой мужчина? Это тот, кто, во-первых, принимает ответственное решение. Второе, притворяет его в жизнь. И третье, несет ответственность за принятое решение. А теперь начинается самое интересное. Когда мы начинаем разбирать эти примеры, ну, конечно, с первым все соглашаются. Мальчики, особенно если разговор идет именно с ними, они соглашаются, что да, я именно тот, который принимает ответственное решение. Да, тут мы полностью соответствуем. А вот теперь третье, задаем вопрос. Третье. А несешь ли ты всю полноту ответственности за то, что ты предложил для исполнения? Если ты, допустим, предложил девчонке запрещенную близость, уничтожающую целомудрие твоей души. Ты несешь за это ответственность? И вот здесь 80% ребят опускают головы. Вы слышите, дорогие родители? Вы слышите, мужчины? Мы не только должны принимать решение, не только добиваться исполнения нашего хотения, но и нести всю полноту ответственности за то, к чему мы ведем своих близких. И вообще сегодня, конечно, надо поговорить об этом серьезно. Мат, папиросное курение, увлечение какими-то страстями, пороками. Ну, когда же тут заниматься с семьей? Когда нести мальчишкам воспитание? Я радуюсь, что, слава Богу, при храмах, при приходах есть у нас примеры других мужчин, которые занимаются ребятами. У нас, например, они объединились, открыли секцию для ребят. Они сами с ними занимаются. Это бывшие офицеры, бывшие отставники. Я хочу сказать, даже и наши представители казачества, они тоже участвуют в этой, я имею в виду, лучшие представители. Не те, которые пьют, гуляют и с горилкой долго сидят, а те, которые в храме Божьем, Христа, любивое казачество. Те, которые действительно любят Бога, ближнего, свою семью и родину, за которую они готовы положить душу свою. Кто сегодня за родину положит душу? Тот, который с утра до вечера в интернете просиживает? Тот, который сегодня не понял, мальчик он или девочка, или еще, может быть, он не определился? Кто? Поэтому, дорогие, мне хотелось бы сегодня, как раз-таки напомним об этом, призвать сильную половину человечества возвратить свою силу. Наша сила не в сквернословии, наша сила не в вседозволенности. Посмотрите, у нас на наших улицах городов одни пивнушки открываются. У нас какой бизнес? Торговля, развлечения и пиво. Где ремесленные мастерские? Где умение мужчин делать, строить, работать, трудиться, обустраивать свой дом, ремонтировать его, в конце концов? Кто к этому сегодня прилагает свои руки? Некогда. Мы же развлекаемся, мы же работаем. А на семью, к сожалению, мало что остается. Вот и страдают наши женщины, вот и разбиваются семьи, вот и вырастают дети без отцов, вот они и повторяют страшную ошибку своих родителей. Они тоже не хотят создавать семьи, потому что то, что они увидели, как живет папа с мамой, они так жить не хотят. Ну и в конце нашей встречи мне хотелось бы дать всего три совета нашим мужчинам, отцам, мужьям, те, которые еще сохраняют в себя это достоинство. Ну и те, конечно, кто, может быть, прислушается сегодня к этим словам и что-то для себя полезное постарается извлечь. Итак, первое. Муж, люби свою жену и постарайся позаботиться о ее духовном благополучии. Запомните, что задача мужа – это не только накормить, одеть и обуть. Не ищите, что вам есть, что пить и во что одеться, ибо всего этого ищут язычники, говорит нам святой апостол. А вы ищите прежде Царствие Божие и правды его, и все остальное приложится им. Муж, прежде всего, должен вести жену, детей за собой к Богу, в храм Божий. На все то, что одухотворяет душу человека, и все то, что оскверняет ее, это первый защитник от скверны, которая проникает вглубь семьи человека. То есть муж, запомни, ты – страж духовной безопасности жены, своих детей и своего семейного очага. А ты, женщина, она как раз хранительница очага, она поддерживает там огонек любви, она готовит, она гладит, она стирает, она снова готовит, она убирает снова, гладит снова, шьет. Мы думаем, что они от этого не устали? От этих ежедневных обязанностей, которые они должны делать. А мы что-то должны? Мы должны духовно обезопасить наш семейный очаг, там, где наши жены, дети, наши близкие. И это первое. Второе. Муж, люби свою жену и осуществляй власть свою над нею со смирением. В христианстве не так, как в других различных религиозных убеждениях. В христианстве муж должен любить свою жену и осуществлять над ней власть. Почему? Потому что Бог поставил его выше жены. Потому, как сказано в Писании, не муж для жены, а жена для мужа. И жена во всем, да будет послушна мужу своему. Вы слышите? Бог уже для жены определил меру послушания мужу. Но мы что, будем ограничиваться лишь командным тоном в своих семьях? Нет. Христианство призывает мужа осуществлять свою власть над своей женой со смирением. Кто такой глава жены? Кто это? Кто пришел? Он пришел с работы, тут все для него. Глава семьи это тот, кто пока всех не обойдет, когда уже все спать-то лягут, всем носики не вытрет, не посмотрит, не капает ли что, не течет, не протекает. Все в порядке. Сам спать не ляжет. И последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание и посоветовать всем мужьям. Муж, люби свою жену и иди крестным путем впереди нее. Покажи, муж, что ты действительно духовно богат, что в тебе живет вера, надежда, любовь, что ты не отчаиваешься, что ты не трусишь, что ты не боишься, что ты вожак, что ты ведешь свою семью вперед к Богу, к радости жизни, даже если все вокруг крушится. Вот тогда жена, женщина будет за таким мужем, как за каменной стеною. И вот сейчас, если слушают жены, они наверняка со мной согласятся и скажут, как бы мы хотели, чтобы мой муж был именно таким. И поэтому пусть каждый из нас возьмет свой крест, вы слышите, свой, у мужчин свой крест, и впереди жены понесет его. Мы должны показать и проложить путь своей семье к крестоношению. Мы должны показать пример терпения, смирения, любви. Мы должны любить Бога и вести к этой любви своих домашних. Сегодня разговор получился серьезный, но мне очень бы хотелось, чтобы что-то после него изменилось. Давайте, мужчины, вспомним о своем священном долге. Глава – это тот, который не просто ждет от других внимания, это тот, который готов пожертвовать собой ради любви. Потому что любовь – это не то, что мы получаем взамен, а то, что способны отдать сами. Вот давайте проявим эту жертвенную любовь к нашим женам, к нашим детям, к нашим близким. Вот тогда и любовь Бога будет пребывать со всеми нами. Всего вам доброго и храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok